Итак, всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели, снова с вами я Игорь Шеститко И вы видите замечательную Nokia Lumia 900, мой повседневный, самый любимый и самый используемый телефон Почему я о нем говорю? Да, потому что на самом деле я первый месяц эксплуатации его провтыкал Зато второй месяц традиционно можно написать, то есть ровно два месяца назад, 19 марта 2013 года я открыл коробочку, вы видели это видео И соответственно сегодня 19 число уже мая и соответственно вы посмотрите что получилось Ну первое, телефончик был в чехле, можно посмотреть как выглядит этот чехол Вот я хотел красный, красный не получилось достать, зато у меня появился белый, белая Nokia Но вы видите, что чтобы сделать его красным, я купил соответственно красный чехольчик Это не какая-то фигня, это просто влага попадает, телефон выглядит вот так вот На самом деле кто соберется покупать чехол, хочу посоветовать другой чехол, вот он такой У меня на Samsung, не знаю видели вы или не видели, все это куплено на eBay, буквально там за 3-5 баксов Приехало просто в конверте, даже не по ссылке, а просто в бэкновенном конверте Прикол состоит в том, что вот эта штука позволяет вам вот так вот поставить его И смотреть соответственно фильмы, читать книжки и тому подобное Очень удобно, очень полезно, играть опять же можно и тому подобное Так, с чехлом понятно, то есть соответственно телефон, как вы понимаете, со стороны задней части корпуса не пострадал Хотя говорили, что вот эта вот штука и не должна страдать Почему? Потому что вроде как она теперь сделана не из вот такого покрашенного металла То есть как бы из керамики, ну что ж, подождем, посмотрим В любом случае как бы не ставилось задачей что-либо его там поцарапать или как-то проверить С другой стороны я его все равно уже успел проверить Если посмотреть внимательно на экран, видно, не видно, видно камеру, вот, да, видно Вот эта штука, она даже ощущается, цепляется ногтем Это такая глубокая царапина, телефон два раза упал Первый раз его спас чехольчик, да, то есть чехол принял на себе боковой удар Второй раз он упал, я выходил из машины буквально пару дней назад И он выпал у меня из кармана, ну, пока сидел, да, и упал вот так вот мордой вниз Я пытался его на самом деле ногой, как обычно, затормозить И, соответственно, только придал ему дополнительное ускорение В результате чего, сейчас я его слегка протру, чтобы не было видно следов Сейчас мы найдем еще пару царапин, то есть вот эта царапина Я, честно говоря, по хрусту, с которым он ехал по асфальту, я думал, что капец стеклу полностью Но стекло выдержало, и вот вы видите, да, то есть как бы вот эта царапина То есть это просто реально скол, причем довольно-таки хороший скол То есть это ни пыль, ни грязь О! Это не мне, почему-то Вот Так, и далее здесь еще образовалось пару царапин Но они, а, вот она, да Но они менее такие видные и тому подобное Что же можно сказать о первом, так сказать, боевом испытании Что телефон с его горилла глаз выдержал удар Выдержал, соответственно, все возможные такие вот телодвижения Ну, чего ж ты не фокусируешься-то теперь? Давай, давай Ну, он фокусируется на отражении, которое есть на телефоне Выдержал все удары и так далее То есть, в принципе, как бы для того, кто хочет телефон более или менее неубиваемый Nokia Lumia 900 самое то Особенно если в чехле, особенно если вы подсуетитесь еще удобный чехол Кстати, вот этот чехол, с другой стороны, удобен по отношению к этому тем Что в этом чехле кнопка питания, да, то есть как бы она закрыта В этом чехле кнопка питания, вы ее всегда нащупаете, поскольку она такая открытая То есть вы сразу попадаете пальчиком на питание, все остальные заизолированы Ну, и дальше, да, то есть как бы основные наблюдения Какие основные наблюдения? Первое, хочу рассказать про тот, не знаю, слухи, неслухи и тому подобное Что качество звука плохое В действительности, когда я получил телефон, качество звука страдало Причем я обратил внимание, что качество звука страдало весьма и весьма специфично Во-первых, оно страдало только в определенных местах То есть пропадание разговора, или там плохо слышно меня, или плохо слышно того, кто говорит мне Наблюдалось в одном и том же месте, например, в определенные часы Я так считаю, что понимаю, что это проблема больше даже оператора Во-вторых, такая же проблема в Европе отсутствовала То есть как бы я говорю с людьми в Европе абсолютно нормально Возвращаясь в Украину, этот телефон начинает выбрыкивать Поэтому вот такой вот момент Кроме того, вышло обновление и после обновления проблемы со звуком ушли Ну, скажем так, 90% проблем со звуком ушло Единственное, что я знаю пару точек в офисе вот у нас Где проблемы со звуком днем такие наблюдаются И, скорее всего, это больше я все-таки связываю не с проблемой Не с проблемой телефона, сколько с проблемой оператора и большей нагрузкой Потому что тут большие два бизнес-центра И сота оператора не работает нормально, не покрывает все сервисы Причем вечером вот сейчас или в выходной день, да, то есть звучание нормальное Поэтому, да, то есть как бы если вы обладатель, такие, Lumia 920 Первым делом убедитесь в том, что версия у вас вот свеженькая, да То есть как бы 8.0.10.211.204 Со соответствующей версией микропрограммы Вот она заканчивается 0.0.3 Соответственно, версия программного обеспечения Вот она 20.20.93.3 И так далее Что позволит вам, собственно говоря Быть уверенным в том, что телефон не сломан и не работает Второе, что пофиксилось, но не сильно Это все-таки объем батареи С батареей Nokia Lumia 920 не так, как у Nokia Lumia 800 То есть если на Nokia Lumia 800 я мог успешно доработать до конца Ну, день и потом еще один день То есть полутора суток примерно То в Nokia Lumia 920, увы, рекордных показателей нет Ну, вот видно, да, то есть как стравливается, собственно говоря, батарея Батарея стравливается примерно, если бы сейчас вот так продлить эту полосу То она стравливается примерно со скоростью где-то сутки Давайте посмотрим, когда я зарядил В 8.58 закончился заряд в 9 часов В 10 часов, вернее, в 9.58 В 10 часов закончился заряд до полного Пошло снижение заряда, да И вот в 12, 15, да, то есть как бы 10, 15, ну вот сутки и 12 часов Телефон держит, соответственно, можете рассчитывать При том, что телефоном я активно пользуюсь Телефон активно работает В телефоне синхронизируется большое количество аккаунтов и тому подобное Что хорошего, да, то есть из хорошего можно отметить следующее И первое, да, отличнейший экран Экран работает просто обалденно При этом этот отличный экран обеспечивает там хорошие показатели по яркости Независимо от места работы Не знаю, видно сейчас или не видно Сейчас я вот так попробую сфокусироваться Вот, обратите внимание, сейчас экран От солнца ушло Ну, вот всегда так, слушайте, это просто какое-то западло Самая маленькая тучка закрывает Сейчас она опять появится и мы увидим Солнце, выходи давай Мы увидим Я сказал, выходи Мы увидим Как выцветает экран в режиме работы Да, то есть, как бы Вот, пошла яркость Очень высокая яркость Но экран Не знаю, камера это передает или не передает Видно, как Экран меняет Влетает все как бэш В-третьих 32 гигабайта памяти Это правильный объем В результате чего, да То есть, все попытки замусорить память То есть, я здесь ставлю Не занимаясь тем, чтобы Там, решить вопрос Нужно мне это, не нужно Как вы видите, здесь у меня музыка с видео Полтора гига У меня тут небольшое количество фото У меня тут 6,5 гигабайт приложений У меня тут еще 4 гигабайта 4,8 гигабайта другого А другое это Практически все карты Европы Которые мне могут понадобиться Вот она, навигация Ой, зачем мне пункт назначения Вот они, параметры Это уже привычка Вот она, работа с картами А учитывая, что Карты ставятся в основную память Но, обратите внимание Вся Европа, где я бываю В том или ином виде Там, на машине Или каким-то еще образом Присутствуют здесь в списке И я могу спокойно передвигаться Не задумываясь над тем Что меня куда-то занесет Там, утром проснулся где-то Непонятно, где всегда Навигатор найдет Ну, что еще Да, то есть, как бы Хотел бы порекомендовать Еще одну вещь Которая касается Работы и аксессуаров Это беспроводная зарядка Она выглядит, если полностью Вот так вот Да, то есть вот Такой вот Блок питания Вы кладете сюда девайс Вы кладете сюда девайс И, как вы видите Он начинает заряжаться Все Зарядка пошла Так Оперек не хочет Зарядка пошла Пошла активно И это достаточно Кстати, быстрая зарядка Если вам Как бы нужно Несколько телефонов Нужно их заряжать То есть, было бы удобно Если вы все-таки Любите свой один телефон То я бы рекомендовал бы Просто заряжать его От ПК Там медленная зарядка 500 мАч То есть, как вы знаете Литий-ионовые батареи Лучше себя ведут И лучше живут Если заряд медленный То есть, чем медленнее Тем дольше идет Чем ниже заряд Тем дольше идет Соответственно, зарядка И, но, соответственно Аккумулятор при этом Живет тоже дольше Ну вот Примерно такой вот Расклад То есть, за два месяца Как я уже говорил Телефон получил Серьезные, скажем так С моей точки зрения Повреждения Путем полетов Удар пришелся вот сюда Вы его видите сейчас Очень хорошо Вот, да, видно Второй скол присутствует Вот здесь Вот сейчас я его найду Он так не виден Вот он там Совсем-совсем-совсем маленький Видно? Вот Вот Этот вообще ощущается То есть, цепляется даже ногтем Других каких-то повреждений Царапин Ну, вот еще одна нашлась Она очень и очень маленькая Что у нас здесь еще? Есть какие-то царапины Так, все Телефон Эта камера потеряла фокус Теперь не будет фокусироваться Она фокусируется на отражении на телефоне Вот Телефон не назовешь долгоиграющим Зато телефон назовешь Очень удобным в работе По поводу громкости Я уже сказал И, вернее, качество звука Да, были проблемы Но они, похоже, были связаны С тройными опциями То есть, это и покрытие оператора И вообще операторы Почему-то в Европе Такой же телефон Работает намного лучше То есть, батарея, как вы видели Держит примерно один день И 12 часов Ну, и сейчас там было Где-то 25% заряда Вес Ну, вес как бы не ощущается То есть, то, что он 180 грамм Ну, и то, что 180 грамм Качество фотографий Увы, не удалось Поснимать ночью Да, то есть, кроме специальных Тестовых фотографий Все остальное В принципе, у нас Больше Связано с тем, что Там Дорога Коты Которые нервируют А я за дорогой Которые тут нервничают В процессе езды Двигаются И так далее И тому подобное Вот Особых Преимуществ Скажем так Фотокамеры Я пока не ощутил Поскольку Ну, не было шансов Профоткать это все Либо в темноте Либо какие-то такие сцены Которые бы Были интересны бы всем Опять же С видео, да То есть Аналогично Увы Не удалось Каким-либо образом Там Заснять Мега-видео Чтобы оно было интересно Ну, не останавливает меня Милиция Гаишники А когда мне надо Я всегда имею Упс Что это было А когда мне надо Я все это снимаю На обычную камеру С которой, собственно говоря Вы сейчас и видите Обзор Так Это неинтересно Плюс Игрушки Да С игрушками все замечательно Игрушки Идут Очень и очень отлично Игрушек сейчас Много Как вы видите У меня здесь Установлено Игрушки я активно гоняю Например Появился Мортал Комбат Модерн Комбат Не Мортал Четвертый Я правда Ни одной миссии Так и не прошел В связи с опять же Переездом И отсутствием Времени А, там еще Слух есть Компания Ну и Гони Как говорится Так будет лучше Он так не бликует Так Объезжал Так Объезжал Эй, 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 эй. Как бежать? Так, что-то мне не нравятся эти пацаны. Где тут враги? Ага, вот враги. Все? Все умерли? Сейчас скажут, что заложников убили. Ох, как я ему в голову, по-моему, попал. Ну, и так далее, да? То есть, как бы, игры, как вы видите, идут замечательно. Так, а куда бежать-то хочешь? Заложники убиты. Наверное, что-то не так делают. Ну, фиг его знает, куда бежать. Главное меню. Да. Поэтому, кто говорит о том, что телефон не шустрый, телефон шустрый. Кто говорит о том, что телефон неудобный, телефон удобный. Кто говорит, что телефон не надежный. Телефон, хочу сказать, очень надежный, да? То есть, как бы, пережит такие падения. Честно говоря, я когда его уронил, я думал, услышал хруст езды его по асфальту. Я думал, что я сейчас достану оттуда просто ошметки экрана. Нет. Только один скол. Вот он, да? Система активно поработала и хорошо выдержала удар. Ну что ж, в этот раз уже, наверное, все. Буду прощаться. Не забывайте о том, что обзор, собственно говоря, Nokia Lumia 920 и вообще других телефонов вы найдете в описании к видео. То есть, там есть все линки. Надеюсь, что вы видели аннотации к видео и тоже воспользовались ими. Поэтому, смотрите, пользуйтесь, не забывайте подписываться на мой канал. С вами был я, Игорь Шеститко. И вот такая вот замечательная девайсина типа Nokia Lumia 920 после двух месяцев эксплуатации. Да, о завязании забыл сказать. Один раз зависало, это честно. Один раз, причем пришлось его запускать с режима нажатия. Кто не знает, если держать раз, два, три кнопки, до первого вибрации это идет режим просто его хард-сброса, да? То есть, резета, но не хард-резета. То есть, он не вытирает память. А если потом придержать чуть-чуть дальше, отпустив кнопку питания, наступит хард-резет. Поэтому не перестарайтесь. Один раз он такие у меня завис. Но самое интересное, что он завис очень оригинально. Он не включался, но при этом Nokia Lumia 920, на нее можно было заводить. Я не мог снять трубку, то есть, я сигнал слышал, да? То есть, как бы почта приходила, она противно дзынькала, будильник сработал. Но, как бы, причем работал собака, пока я не проснулся, потому что его включить не мог. Вот, то есть, он подавал признаки жизни, но при этом не включался просто как устройство. При подключении к компьютеру он показывал файловую систему, запускал утилиты, да? То есть, туда можно было копировать файлы, но не подавал, еще раз говорю, признаков жизни в виде включения, в виде управления и так далее. Вот, на этом, пожалуй, все. Не забывайте заглянуть в описание видео, где есть линки на другие вещи. Всего хорошего, до свидания. С вами был я, Игорь Шестидко. А это был обзор Nokia Lumia 920 после двух месяцев эксплуатации. Такое вот оно покоцанное у меня получилось уже за два месяца. Всем удачи, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok